Добрый день, уважаемые пациенты! Сегодня мы поговорим с вами о симптомах контагиозного моллюска. Контагиозный моллюска – это вирусное заболевание, чаще всего это поражает либо детей, либо взрослых людей, живущих половой жизнью. Достаточно редко болеют взрослые мужчины, чаще это болеют либо взрослые женщины, либо дети. Мужчины чаще всего имеют высыпание в области половых органов, детки часто в области рук, в области лица, в области губ, в том числе заражаются присосанием молока и так далее. Соответственно, у детей это преимущественно бытовой путь, либо контагиозный от родителей, у взрослых это половой путь. Где находится у взрослых наиболее часто высыпание? Высыпание находится на наружных половых органах, это половой член, влагалище, большие и малые половые губы. Это в области лобка, часто мужчины надевают презерватив, соответственно, на члене узелков нет, а в области лобка вокруг члена достаточно много подобных высыпаний. Естественно, что контактно они переходят на нижнюю часть живота. Ну и женщин и мужчин также поражаются ягодицы, особенно если мужчина будет гомосексуалисты, у женщин часто это бывает. Нормальная ориентация, естественно. Соответственно, пути передачи, это контактный и половой, может передаваться вирус через слюну, особенно если есть где-то в районе лица высыпание, также возможен путь передачи вируса через одежду, но только, как правило, это все в пределах семьи, поэтому заразиться где-то на предприятии достаточно сложно, то есть там, где вы работаете в офисе. Как правило, это достаточно близкое общение внутри семьи. Контагиозный моллюск имеет достаточно вариабельный инкубационный, то есть бессимптомный период, когда вирус персистирует просто в коже, незаметно, это от семи до двухсот дней и даже более иногда. То есть вирус находится внутри кожи, самое неприятное, что вы можете заражать других людей, однако высыпания может не быть. Затем, соответственно, в этот период может наступить как победа иммунитета внутрикожного над вирусом, так и проигрыш для иммунитета и формирование классических высыпаний. Естественно, что они гораздо лучше формируются, если получат какой-то иммунодефицит, типа ВИЧ-инфекции и прочее. Чем характерируются сами высыпания непосредственно на областях, которые я перечислял выше? Это, как правило, плотные, небольшие, блестящие узелочки такого либо белого цвета, либо розоватого цвета, иногда они чуть-чуть более розовые, чем окружающая кожа, через них часто, через эти узелочки просвечивает такая белая кашица. Они внешне несколько похожи на прыщи, либо на сальные железы. Даже врачи часто периодически путают эти вот контагиозные моллюски. И действительно, в ряде случаев только с помощью дерматоскопа либо гистологического исследования удается правильно диагностировать данное заболевание. Такие узелки плотные на ощупь, блестящие, количество их, как правило, колеблется в среднем от 10 до 20, хотя может быть и несколько сотен, особенно у деток с иммунодефицитами, особенно на лице, на руках. Если их ощупывать небезболезненно, лимфатические узлы, как правило, не припухают. В центре таких узелков часто, особенно с помощью драматоскопа либо увеличительного стекла, можно отметить небольшое углубление, такой кратер, западение, кубковидное давление, как его называют. Если надавить с разных сторон на подобные высыпания достаточно сильно, то можно добиться выхода такой кашицы, кашицеобразной массы, так называемой моллюскового телеца, из самого этого отверстия. Для некоторых это кажется, что это сало кожное выходит, и они думают, что это просто сальная железь располагается, поэтому здесь, конечно, нужно проводить грамотный осмотр часто при использовании драматоскопа, либо даже иногда его не хватает, если это в Испании единичный, например, и мы проводим гистологическое исследование в качестве проверки, действительно моллюск это или нет. Что касается диагностики и обследования, как я говорил, что гистологическое исследование может быть, это осмотр содержимого выдавливания зелудочков под микроскопом, это обследование на инфекции передаемым половым путем с помощью мазков, исключение вирусов папиллома человека, потому что контагиозные моллюски часто путаются с папилломами. Чем они отличаются от папиллома? Тем, что папилломы, как правило, цвета кожи, они похожи на такой петушиный гребень, они имеют в своем составе такие маленькие волосочки по типу, по цвету кожи, как бородавочки небольшие. Контагиозный моллюск же содержит внутри не вот эти элементы, а непосредственно такую кашицеобразную массу. В этом его отличие от остроконечных кондилом, но я всегда советую брать на данный анализ на ВПЧ для более полноценной дифференциальной диагностики, потому что в ряде случаев бывают процентов 20-30 таких пациентов, когда и кондиломы есть, и контагиозные моллюски. Беда, как правило, не приходит одна, поэтому часто имеется как сочетание с остроконечными кондиломами, с вирусом папиллома человека, так и с другими инфекциями передаемым полным путем. Именно поэтому такие пациенты, как взятие мозга на инфекции передаемым полным путем, так и крови на сифилис, под гепатиты, потому что у них нередко выявляется какая-то ассоциированная другая инфекция передаемым полным путем. Естественно, что при подобных симптомах необходимо удаление контагиозного моллюска, ни в коем случае не самостоятельное дома. Это часто приводит к диссеминации высыпаний, к нарастанию в количестве и так далее. А с помощью, так сказать, различных врачебных аппаратов по типу лазера, по типу радиоволнового метода или в ряде случаев это может использоваться жидкий азот. Соответственно, и происходит лечение. Более подробно о удалении лечения контагиозного моллюска вы можете посмотреть на других видео нашего канала. При подозрении на симптомы контагиозного моллюска обращайтесь в нашу клинику Платный КВД в Москве. Нас принимают опытные венерологи, которые обладают большим опытом в диагностике и лечении контагиозного моллюска. Ждём вас в нашей клинике. А также подписывайтесь на наш канал на YouTube и наш канал в Instagram. Спасибо за внимание.